Телерадиоканал Страна ФМ Мишка, не вдвоем мы с тобой сегодня, тебе показалось Как хорошо, что мы вдвоем пока Ура, мы втроем Сегодня в Дарстакан пришел потрясающий гость Прошу любить и жаловать Капитан команды КВН СОК В прошлом редактор высшей лиги клуба веселых Дмитрий Колчин Встречаем Дмитрий, как я рада Вас видеть сегодня у нас Приходите, пожалуйста Давайте обниматься Со мной можно просто Такие вы бодрые Ну вечер же То есть когда мы встретились в гримерке Так все какие-то ребята на супле Пойдемте в эфир Друзья, у меня есть для вас приятная новость Дмитрий проездом сегодня в Москве И мы собственно собрали все силы Чтобы его затащить к нам сегодня на эфир Ура, мы безумно рады вас Ты молодец Затащила Затащила, да А второе, по поводу проезда Значок Самара Правильный destination нам говорит Это пункт назначения Разумеется, да Я живу в Самаре Это чтобы не забыть, куда вернуться или для чего? Я не забуду Милые мои москвичи Я уж это страна эфема, а не Москва Я из Брянска вообще на секундочку А ты, коренной москвич, извините Откуда едешь? Из Самары Я одним днем прилетел, улетаю обратно сегодня Повидаться, скажем так, со страной эфем С другими еще ребятами Слушай, ну это уникально Потому что вся основная деятельность у тебя как раз таки в Москве Правильно? Сейчас у тебя премьера, с которым мы тебя поздравляем На канале СТС Давай об этом тоже поговорим Да, большая игра называется Это комедийный сериал, в котором ты принимаешь участие именно как актер Или, может быть, мы чего-то не знаем Ты еще там и как автор, и креативный Нет, вы все знаете, я не креативный, не автор Я совсем чуть-чуть влезал в сценарий Просто на правах того, что сценаристы мои старые друзья, скажем так Квенщики, с которыми мы много чего видели, слышали, пробовали и так далее Вот, и поэтому я в творчестве Исключительно, и плюс у тебя же какой опыт написания сценариев Грех не прислушаться Есть, да, как бы, и так как главная роль очень сильно Очень сильно дает деформацию на себя, на меня, на мой персонаж Со мной как-то должен коррелироваться Поэтому я где-то там совсем чуть-чуть очень скромно позволял себе участие в сценарном плане Дмитрий, но скажи, вот мне очень интересно все-таки модель У тебя вся деятельность действительно в Москве, но живешь ты в Самаре Ты так прикипел к городу, либо какие-то есть все-таки губернаторские планы у тебя, обеция Губернаторские планы никаким образом не связаны с этим Они будем считать, что есть Не знаю, с каким регионом они будут связаны Это уже заявочка Да нет, но на самом деле я... у меня много было возможностей переехать сюда С давних лет я сюда уже езжу и еще мы начали играть в телевизионном КВН с 2007 года, если не ошибаюсь И поэтому, поверьте, была масса возможностей сюда переехать и предложения были разные Но не так много людей, которые могут себе позволить жить там, где хотят, а работать там, где классно работать А реально, вот почему ты, собственно, не приехал? Тебя бесит вот этот вот бешеный, самоточный ритмегополис? Нет, мне очень сильно нравится то, что в Самаре, да Мне очень комфортно и с детьми на природе, и к родителям можно раз и заехать И друзья могут без звонка постучаться в дверь И вот этот весь быт, вот душа того города, она вот мне как-то очень близка И плюс ко всему, ну разумеется, я же нормальный человек, я хочу бросать вызовы периодически разного рода себе Вот я хочу доказать, что где родился, там и пригодился в нашей стране, в современном мире это реально Вот я хочу быть примером этого Маша, вот олицетворение моей мечты, сколько я тебе уже все уши прожужжал, жить в Сочи, работать в Москве А я думал, жить в Москве и работать в Москве, такая мечта была Да, и работать в Москве, в Москве, в Сочи Ну подожди, родился и пригодился, но все-таки, извини, на работу ты приезжаешь в Москву Да, но тем не менее в Самаре у нас есть своя небольшая группа, и часть того контента, который снимается в Москве, мы создаем там Ух ты, а это для кого? Для чего? Для каких-то наших продакшенов, телекабельных? Да, мы как бы являемся таким маленьким ответвлением большого продакшена, гусь-гусь продакшен, но молодой довольно-таки продакшен У нас есть группа, которая работает на проекты, которые выпускает этот продакшен в Москве Ну, а ты часто вообще? Туда-обратно, туда-обратно, часто, да? Да, очень часто, но в аэропорту со мной здороваются А-а-а, все круто, друзья, ну что ж, мы тоже сегодня здороваемся Дмитрий Колчин сегодня у нас в гостях Один раз будем сейчас здороваться, оставайтесь с нами Оставайтесь с нами, никуда не уходите Сейчас мы прервемся совсем ненадолго Буквально пару минуток Чуть-чуть потанцуем, попоем, а потом снова к нам Поехали! А мы почему с такой осанкой? Да почему вот так вот сидим, приосанились, знаете, вот так вот уж оп Потому что сегодня большой начальник у нас в гостях Дмитрий Колчин А дальше уже вся твоя представлялка У нас новая, Майк, вот все, как всегда, друзья Каждый вечер по будням говорим исключительно о юморе И вот, кстати, Дмитрий сегодня пришел к нам не просто так Премьера случилась, большая игра Я бы хотел немножечко сейчас заострить на этом внимание Вот для тех людей, которые, может быть, еще не видели Не смотрели, не знают, какого персонажа, героя ты там играешь Давай вкратце расскажем, о чем и о ком этот вообще, в принципе, сериал Для тех, кто в лесу живет, вот, да, для меня, например Да, да, для меня, например, да, я тоже в лесу живу, как выяснилось недавно Значит, очень классная роль, как мне кажется, вообще Так Для меня так вообще радость Потому что я играю человека, который от диванного критика, если можно его так назвать Человек, который любит футбол, но любит смотреть его, сидя возле телевизора, возле экрана Дошел до тренера сборной страны за один день Опа! Вот так, и это вообще в категорическом смысле изменило его полностью жизнь, образ быта, круг общения У него появилось все, чего у него никогда не было Он за весь сериал, 16 серий у нас сняты и показаны И за все эти 16 серий он только один раз в первой серии находится в комфортной ситуации Все остальное время ему страшно некомфортно Так, а комфортной ситуацией мы что называем? Это когда он находится у себя практически дома, в своей родной стихии, занимается тем, чем он повар Он повар, да, изначально В солдатской столовой И ходит и шпыняет своих духов, солдат, скорослужащих Следующий вопрос, вот я как человек живущий просто футболом, футбольный комментатор Это для меня вот моя любовь и страсть Где Дим стажировался? То есть ты где-то же... Я? Да А понимание этой футбольной кухни изнутри, может крылья советов родные, может еще что-то Крылья советов родные, но я не так сильно погружен Дело в том, что мой... Смотрите, какая парадоксальная вещь Мне сначала, изначально вообще как было мне, мой товарищ продюсер, он говорит Я тебе скину видео, ты посмотришь, как ведут себя другие тренеры во время подготовки, рабочего материала Я посмотрел, подумал, я еще как-то поспоминал, как Слуцкий себя ведет, мы с ним немножко там пересекались А потом оказалось это совершенно неправильно, я сделал, поскольку мой герой никогда не был тренером Он не знает, как себя вести, он не знает, почему надо там ходить, стоять, там шататься, что-то смотреть на часы, там не заходить Он не знает этих просто никаких основ даже, не знает его поведения И, соответственно, я все, что мне все эти материалы дали, я их все забросил подальше от себя И вот просто стал делать так, как бы я, как человек, который впервые выходит на стадион, на котором сидят тысячи людей Где есть линии, и вовсе нельзя туда ходить, нельзя, я не знаю То есть из-за этого родился этот образ, да Мне кажется, вот именно благодаря вот чему-то подобному он появился Дима, как так получилось, что именно ты стал главным героем? Мне кажется, это такая первая твоя, ну вот, грандиозная роль Ну да, это вообще у меня дебют, можно сказать Вот, и мы поздравляем тебя с дебютом Как так случилось? У меня вообще была маленькая роль до этого в кино, но она была такая, как бы, эпизодическая, скажем так, роль То есть она была довольно-таки маленькая в фильме, а здесь была прям работа над образом, погружение такое И много было кастингов, я приехал на кастинг Подожди, ты проходил кастинг? Конечно Или роль вписалась конкретно под тебя? Я проходил кастинг, я приезжал на пробы, не один раз много-много времени Является ли коммерческой тайной состав конкурирующих, так сказать, тренеров? Вы знаете, для меня является Мне до сих пор не рассказывают, зараза, кто еще приходил на кастинг Дим, но самое-то главное, вот мне нравится, как ты настроился Ты же хотел в кино, правильно? Это была твоя мечта, идея и письма? Ну, вот такой вот хрустальной мечты у меня, честно говоря, не было Я хотел бы все равно, был бы не против Я бы не поехал на кастинг, если бы я не хотел И сразу, до меня только сейчас дошло С кем ты собрался соревноваться? У нас два тренера официальных киношных теперь вот в стране Кто? Данила Козловский или Тараса Колченко? Пончик и сиропчик, да? То есть я думал, кем же все-таки Дмитрий Полчин будет? Либо тренером, либо Ярославом Мудрым, понимаешь? У нас, кстати говоря, первоначальное название сериала было «Тренер» «Тренер», да Естественно И когда мы узнали, что... Подождите, есть еще один «Тренер» Нет, нет, не есть еще, а что он украл это название, воспользовался им Этот самозвание Самозвание Да, да, да Ну, в общем, у нас история получилась, как мне кажется Ярче, все равно, интереснее Конечно С точки зрения массового зрителя То есть мне очень понравилось А ты посмотри, вообще, сам Не сказать, что я бы говорил по-другому, если бы Козловский здесь сидел Ну, я согласен Слушай, а мне интересно, вообще этот сериал является какой-то сатирой над чемпионатом мира по футболу? Это не на чемпионат, это в принципе на ситуацию этого года в нашей стране является Поскольку там огромное количество параллелей Понимаете, сценаристы настолько доскональны Сейчас пойдет политический контекст от Дмитрия Котшина Мы вынуждены уйти Уйти музыку, извините, ради бога Все, но скоро вернемся Телерадиоканал «Страна ФМ-1» на всю страну Реклама Хотите отдохнуть в Турции? Бесплатно! Туроператор Russian Travel Service при поддержке Министерства туризма Турции Возьмет расходы на себя Для вас абсолютно бесплатно Размещение в двухместном номере на 8 дней в комфортабельных отелях Трансфер, завтрак и медицинская страховка Три великолепные экскурсии в подарок Анталья, белоснежная Памуккале и церковь Николая Чудотворца 8 века Вы оплачиваете только перелет по специальной цене 9900 Вылет раз в неделю в период с 29 сентября по 15 декабря Ответственность туроператора застрахована Звоните 8 800 707 03 37 8 800 707 03 37 Акция проводится с 1 августа по 30 сентября 2018 года Подробная информация об организации, акции, условиях и проведения, подарках, скидках, сроки и порядке их получения по телефону 8 800 70 73 Страна ФМ представляет Хит страны 12 лучших песен недели, которые выбираете именно вы Голосуйте на сайте страна.фм Главные хиты страны и не только Свежие новости, удивительные факты и еще много чего интересного Хит страны Это лучшая музыка с историей Только для вас Каждую пятницу в 5 вечера В воскресенье в 2 часа дня И в среду в 22.00 Хит страны Страна ФМ Телефон рекламной службы 8 495 276 12 24 Прощальный парус крепче на холодный блеск мешает сна Твоя звезда И без расчета неизвестно Доплывули до земли Мираж Чужие корабли Пробиты плотной опорой Обороны тресло в лед Назад Нельзя Обратный отсчет Ты не застегнутый Помеченный Последний бой Но ты хотел бы Остаться со мной Я хотел бы остаться с тобой Просто остаться с тобой Я хотел бы остаться с тобой Просто остаться с тобой Я хотел бы остаться с тобой Просто остаться с тобой Но высокая в небе звезда Субтитры сделал DimaTorzok 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 Нет, я никогда... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Другой костюм, чтобы я отличался от команды Это важно Дальше уже образ команды появился Угнетенный и как бы начальник И дальше все это стало просто развиваться, развиваться, развиваться Александр Васильевич Мустряков обратил на нас внимание И дал этому импульсу как бы жизнь Вот и все А дальше нам просто очень сильно везло И нам помогали Ну да, вот так всегда Понимаешь, талантливые люди очень скромные Нам просто везло А какая там гигантская вообще работа за всем этим была Ну зачем об этом рассказать А теперь насчет повезло, кстати, гигантской работы Во-первых, мое маленькое замечание Согласен ли ты, Дим, что это положило начало новому жанру Потом был Пятигорск с таким же стилем Не с таким, с похожим стилем Другие команды Команды, да, похожие А второй момент, то что ты говоришь, что да, это был долгий-долгий путь Но если посмотреть, просто открыть Википедию Либо другой сайт, который описывает путь сок Самара То есть вы стали чемпионом премьерки, по-моему, за сезон В этом же сезоне В следующем сезоне вы уже играли в финале высшей лиги Да Так мы еще и до этого выиграли лигу по Волжье Да То есть это, ну это как в футболе подняться из четвертого дезавизиона за 4 года В премьер-лигу, да Да, в премьер-лигу Как ракета Абсолютно, да Но это вот был как раз, понимаете, это был тот период, когда мы жили командой практически все время вместе У нас были сборы по месяцу И это дает свои результаты, когда ты этим занимаешься очень сильно, плотно, с горящими глазами И у тебя получается Ну а много времени отнимала вообще подготовка? Все Все время Конечно Мы когда закончили играть, у нас в команде 5 детей за год родилось Вы знаете почему? У нас тупо не доходило дело до этого дела Не руки, Маша Не руки, а что не доходило, мы вам расскажем обязательно после музыки Там другой, не руки, поверьте мне Дмитрий Колчин сегодня вместе с нами, оставайтесь, друзья, никуда не уходите Дорогие друзья, дорогие мои, я уже сижу без планшета, но еще в рубахе, это значит, что в гостях у нас Дмитрий Колчин Спасибо, что живой Я не понимаю, друзья А я, кстати, сижу уже с шляпой Это тоже значит, что я вода Это что-то значит, что Дмитрий Колчин сегодня вместе с нами Итак, друзья, предлагаю сразу же перейти к конкурсу Давайте Давай, я не знаю, что это такое Он связан сегодня с КВНом Кто бы мог подумать А точнее, с самыми известными личностями, которые там играли Ну, вот реально, потому что их, мне кажется, можно вот посчитать по пальцам Своих героев надо знать в лицо И мне кажется, Дмитрий Колчин один из таких персонажей Ой-ой-ой Но было бы странно сюда, да, чтобы ты угадывал сам Я не знаю, я даже не знаю, что у вас за конкурсы, честно говоря Смотрите, да, все очень просто У нас есть 30 секунд Здесь на бумажках написаны имена тех ребят, которые когда-то были в КВН И которые как-то прославились, стали известными, популярными И все их сейчас хорошо знают Мартиросяны, короче Наша, да, Мартиросяны Наша задача по очереди 30 секунд успеть максимальное количество бумажек объяснить Объяснить Да, ну объясняешь Он, значит, такой-то, такой-то, там-то снимается А мы должны угадать? А мы должны угадать, да Потом будет так же объяснять Миша, потом буду так же объяснять Крокодил, только... Крокодил веселых-то находчивых Крокодил веселых Слушай, ну ты подготовилась Ну что? Кто начнет? Я думаю, ну, будет логично, если наш гость начнет Дмитрий, да, ты не против? Давай, я попробую Давай, эту шляпу ты берешь себе И в 30 секунд, пока вложишься, бумажки просто выбрасываешь Готов? 3, 2, 1, начинаем Поехали Он сидел за столом в прожектор Перес Хилтон Так, Светлаков Светлаков Так, окей Еще есть Давай, давай, давай Так, сейчас, подожди Эй, слушай, Вася! Нет, 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 нет Понятия простить А, Миша, Миша Густяна Так, так, почему Вася? А, сегодня в вечернем Мурганте А, этот, как его? Гудко Гудко Роман, ты большой Высокий Серега Серега Толстенький А, этот Женечка 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 Все, все, стоп, 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 все Время вышло, к сожалению Я посчитал все бумажки О, браво, это хороший результат Это практически Нет, все нормально Подожди, а может ты? Нет, давай ты, давай ты, Миша Мне будет тяжело, друзья Я буду закругляться Все, 3, 2, 1, начали, Михаил, в игре Так, смотрим А, ну, за тумбочкой стоит в вечернем Мурганте Сайдкик, Хрусталев А, да, точно Спасибо О нем-то мы и говорили Главная звезда наша, КВНовская Ну, конец, Зеревон А, Мартирас Ну, конечно А, все, я-то думала о ком А, самый наш, который поет песню Чика Самый сексуальный КВНщик А, Рева Отлично Кидаем вниз Итак, ага Ну Самый спортивный КВН Спортивный, спортивный Со станции А, второй А, как вам, да Кажема, конечно У-у-у, все, время вышло Ты меня оставил О, там еще много было Чиричит Мамочки, ты самых простых угадал Мне остались самые сложные Все, готовы? 3, 2, 1, начали Я не смотрю Тот, который сейчас, он, сейчас песенки поет Лучше все это с женой Слепотопов Да, точно Так, дальше Кто сейчас простыл? У этого, подождите У Камеди, у него еще кличка с собакой связана Такой большой, да Так, дальше Я не смотрю А, это тот, который из-за уральских пельменей У него еще нет зуба И он все время пьяниц играет Любой Нет Серега, Сергей Да, нет Не Сергей Нет, другой Темненький, маленький, очень классный Да, 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 да А нет, он не играет пиани Дима Ну, этот, который Женечка И у них капитан команды Серега Точно, Писаренко Так, счет по четырем, я так понимаю Да, по четырем Да Ну все, давай по... Ничьей Да, у нас есть еще немного времени Все, Дима, давай Ты должен сегодня выиграть Поэтому тебе не... Ты ж наш гость Это купленный кокос Разве ты только выигрыш Все, тридуально начались Погнали Самая сексуальная из Камеди Вумен Это пусть он отвечает Которая, как будто бы Бывшая жена Митя Митя Ну да, мода Я забыл, как вы... Барнава Барнава Я помогу тебе Все, отлично Так, и... Хорошие шутки программы На СТС Муж с женой Эти, эти Шатсы Лазарева Я писала эти побажки Я знаю Да, так и честно И угадываю я Ну и, естественно Из команды, которая играла Человек, который показал на гитаре Которая играет только девочка Ой, господи Которая приходила в синеплатье Наша Лен Баршава Ну конечно Класс Дмитрий Колчин Сегодня у нас госяк Давайте выдохнем, друзья Но мы вернемся На музыку оставить стали Страна ФМ Один На всю страну Вот это прямо Действительно хорошо Знаете, когда я дома Мне очень хочется быть Вот творческой личностью Которая вот Вот сел И вот рифма К слову Осень Пришла какая-то оригинальная Да А когда я В процессе Работаю там Связанность с кино Или с телевидением Или еще с какой-то Даже чуть-чуть косвенно Хотя бы Конечно же Мне И просится И хочется И в кадр Ну У меня такого не было никогда Вы меня поймите У меня же вот сейчас Большая роль Впервые была Мне понравилось Я Я даже в каком-то посте Написал, что У меня ощущение, что Я научился делать то, Чего раньше не умел И Увидев это Я понял, что Блин У меня еще один горизонт Открылся какой-то Актерская карьера Ну она не карьера Но я бы еще Ну а почему нет А ты не хотел куда-то Пойти дальше Учиться вот по этой стезе Или в принципе Достаточно От того опыта Не знаю Понимаете Мне радует то, что Я Не профессионал Из самодеятельности Таких примеров Тоже не очень много Это не очень хорошо Для профессионального кино Я прекрасно Адекватно Это воспринимаю Я прекрасно понимаю, что Лучше профессионального актера Ну наверное Не должно быть Но Мы же в равных условиях Находимся На кастинге Ну да Я же Почему-то прохожу Значит Есть какое-то Какое-то зерно Здравое в том, что Я на этой роли оказался Оно есть А он нет Ну а он Извини, ну брат Просто дешевле Да Не, ну подожди Но кастинг пройти Это одно А дальше работать Ну может быть уже С людьми более опытными Это же тяжело Они же знают Какие-то фишечки Которых ты не знаешь Не все помогали Чем ты не владеешь Не все помогали Я же Игорь Я просто Дружечка из Самары Я же Не настоящий А третью роль Мы так Обходим Обходим старательно Эту третью роль Вот за кадром В кадре А роль бухгалтера Вот при всем при этом Все-таки надо кормить семью Это бизнес в конце концов Это шоу Но это и бизнес Роль бухгалтера То есть она Когда выходит на передний план Либо никогда Ну она выходит периодически Конечно Ну а как же Я же современный человек Я же хочу заправлять машину Девяносто пятом Бензинного зенца Может быть даже Может быть даже Может быть даже И не одну машину И так далее Ну конечно же Все мы живем А вот ты когда заговорил Про роли Я думала что ты сейчас Намекаешь на другую роль Роль отца Как раз Это же наверное Оно одна из самых главных Вообще в принципе Ролей в жизни Самая ответственная роль В моей жизни сейчас Расскажи какой ты дом Вот какой ты отец Ты такой душка-лапочка-папочка Или ты такой прям строгий Как знаешь Как капитан команды СОК А ну-ка стройся Вот мне кажется Что я строгий А на самом деле Мне кажется На самом деле Что нет Мне кажется Моя дочь Меня воспринимает Что вот мама строгая А пап Ну это он Просто обнимет Поцелует Спать и ложит И так далее Ну да Потому что дочка Неизвестно Как было бы с сыном Да Неизвестно Как было бы с сыном Вот неизвестно Правда Но мы желаем Чтобы ты Да познал Дай бог Познал Но я знаю Что вы для дочки Для своей делаете Какой-то сюрприз Расскажи об этом Может быть не только Для моей дочки Для разных дочек Ну подожди Задумывалась-то Именно изначально Для нее Или же все-таки Да У нас вообще Была такая история У нас у моего ребенка Есть любимая игрушка Это марионетка-кукла Я ее привез из Минска Когда работал Там в Лиге КВН В Беларуси И я привез ей Как бы на рождение Практически Я купил ей И с тех пор Эта вот кошка Она назвала ее Мурка И эта Мурка Она вот Прожила с нами Всю жизнь Она пролетела Огромное количество Стран, городов Мы забывали ее Где-то в Калининграде Ездили на машинах Искали полночи И она летала В Баку В Таиланд И в Прибалтику И на Кипр И на всякие Везде, где мы были Она Всегда с нами была И ребенка, естественно Без этой игрушки Уже не ассоциируют И она одна Ее нельзя купить вторую Ее нельзя потерять Ее нельзя с ней ничего сделать И мы долго думали И решили А давай придумаем Про нее какой-нибудь рассказ Нарисуем его Поскольку моя жена художник И очень творческий В этом смысле человек Давай нарисуем Это все дело Придумаем какой-то рассказ И как бы у нас будет Рассказ про Мурку А потом мы подумали Что можно этот рассказ Сделать не один А много О, для разницы А потом мы подумали Что, а вообще круто Нарисовать Много иллюстраций По этим рассказам А потом как-то это все Само собралось В идею сделать Для ребенка подарок Книгу Книга, которая называется История Обыкновенной девочки И необыкновенной кошки Про дружбу Героя Похожего На нашего ребенка И на необыкновенную кошку Похожую На ту игрушку Которая у нас есть Слушай, Дима Это очень классная Это очень классная история И мы надеемся Что тебе получится Довести до конца Чтобы издательство А еще мы ждем И напечатали это все Да, Блиц Думать не надо Просто сразу Поехали Для меня самое важное в жизни Семья Идти по жизни с юмором Это Улыбаться Если бы сейчас был 2018 год Что бы ты делал? Паниковал 2018 Рыбачил Если бы не юмор Я бы сейчас Плакал Я не знаю, что еще Дмитрий Колчин Не плачь Не плачь Дмитрий Колчин Не может плачь Дмитрий Колчин Сегодня был у нас в гостях Потрясающе получился Спасибо тебе огромное Спасибо, что пригласили Круто Спасибо Селерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну